Приветствую вас, вы знаете, вопрос ваш, он, конечно, такой, достаточно, значит, ну, достаточно сложный вопрос, я бы сказал. И поэтому ориентироваться только на те варианты, которые предлагаете вы, мне кажется, очень ограничивающая позиция, очень, очень ограничивающая позиция. Во-первых, нужно иметь несколько более такие шуткие понятия о вашем и его психологических портретах. Потому что вот, то, что описываете вы, так, как вы описываете эту историю. Тут нужно сперва выделить такие моменты, например, как ваше отношение к переезду, ваше отношение к тому, что вы теперь находитесь в другом месте, что теперь все по-другому. Да, вот, ну, хотя бы между вами и, наше-б-то, мужчиной, мужчинами даже, наверное, не мужчиной, а мужчинами. Вот это все нужно определить для начала, для начала, а дальше уже смотреть. Смотрите, понимаете, то есть, первое, что приходит на ум, это, конечно, да, принять человека таким, как он есть, да, пытаться его поменять. С другой стороны, с другой стороны, понимаете, если вы переезжаете в место, где романтике уделяется мало, мало вообще времени и внимания, да, вот. Если вы переезжаете, ну, в такое место, то волей-неволей возникает вопрос. Вы знали, значит, что шли? Знали. Так почему же вы сейчас просите, требуете? А просите, требуете вы, потому что хочется. Это понятно, что хочется. А чего хочется? Ну вот, конкретно, чего хочется? Романтика, что дает вам? Вот. Какую возможность дает романтика вам? Знаете? Это то, что нужно вам для себя понять. Это то, что очень-очень важно. Так, если вы просто считаете, что романтика, вот, ну, важна и нужна, да? Ну, просто вот, исходя из ваших представлений. То есть, это такая, знаете, свободная, ну, свободная точка зрения ваша. Тогда одно. В другом случае, визда. Либо принять, что человек вам этого дать не может, вот. Либо расстаться. Ну, то есть, если вы считаете, что мужчина должен обязательно проявлять романтизм, и что без этого отношения нет отношения. Если же романтика связана с вашей некой такой потребностью, вот, скажем так. Если романтика связана с вашей потребностью в чем-либо, да? Потребностью в чем-то, то здесь, соответственно, можно самими потребностями вашими поработать. Научиться реализовывать их более таким приемлемым способом, вот. И еще решить некое внутреннее противоречие, которое у вас может быть из-за данной истории, ну, из-за данной ситуации. Вот. Смотрите. Во-первых, вы пишете, что выбираете, выбрали себе человека, такого, который, в общем-то, достаточно стеснительный. Вот. И здесь, как бы, очень важно понять, почему вы выбрали именно такого человека, и с чем связан ваш выбор, ваше решение. Так, у нас отношения с самого первого дня завертились. Вот вы знаете, а вы его не любите. Вы сами написали, что он вам нравится. Только. И всего. Вы не написали, что вы любите его. Вы не написали, что у вас к нему есть стесла. Вот. К сожалению. И, соответственно, соответственно, из этого вытекает ваша другая правда о том, что было бы глупо с ним расставаться. То есть человек, он уже надежный, вот, расставаться с ним было бы глупо. Ну, он понимает, что это так не работает. То есть не работает это так, что вы не расстаетесь с кем-то, да, только потому что это глупо. Вы расстаетесь с кем-то, потому что, например, например, по ряду причин. Человек вам не подходит. Вот вы, вы поэтому расстаетесь с человеком. Ну, 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 например. Например. Ну, а, например. По этой, по этой причине. Вы расстаетесь с кем-то. А не потому что это глупо или там как-то еще. Вот. Это первое. Это первое. А второе. Если вам мужчина нравится, подумайте, что вы готовы для него делать. Вот. Вот вы пишите, что у вас отношения завершились. А, а что вас связывает? Что вас объединяет? Вот. Он закрытый, ему надо время, ему надо время открыться и так далее. Вещайте вы. Открывается последний день. Хорошо. Но если так, как он отреагирует на то, что вы гуляете с другими мужчинами? Разве они закроются? Вот. Ага. Мы не ссорились ни разу. Мне всегда, его, мне всегда, его, мне всегда, его, мне всегда не хватает. И еще. Знаете, вот, эээ, то, что вам его всегда не хватает, это скорее проблема, опять же, именно ваша. То есть одно дело, если бы вы чувствовали себя полностью удовлетворенной, вот прям, знаете, прям вот, вот полностью себя вы чувствовали бы удовлетворенной. Одно дело. И чувствуя себя полностью удовлетворенной, вы бы просто вот, как я и сказал, да, считали, что, ну, мужчина все-таки должен, ну, по-другому, да, то есть он должен вести себя иначе. У него должно быть больше активностей по отношению к женщине. Если бы вы сказали так, то я бы принял это, но если вам его не хватает, это скорее проблема личностного роста вашего, проблема какой-то подредности, ответственность за которую вы пытаетесь перенести на молодого человека вашего, что безусловно не является чем-то однозначно хорошим и правильным для вас и для отношений в целом. Это нужно понимать, т.е. чем лучше вы для себя этот момент поймете, чем лучше вы для себя этот момент раскройте, тем лучше будет для вас, опять же, т.е. если вам не хватает человека, значит у вас есть, к сожалению, некоторые проблемы, которые вы не можете разрешить иным способом, кроме как исключительно через вот, ну, исключительно через взаимодействие с мужчиной, через взаимодействие вот такого рода, такого плана, с мужчиной. Вот. И с этим вам можно инуйно что-то делать. Да, тут можно смотреть, например, почему так, т.е. ну, почему конкретно вот идет нехватка человека, да, т.е. из-за чего, ну, чего вам не хватает, конкретно, от него, да, что вам не хватает, от него. Вот. И если брать это самостоятельно, самостоятельно получать, но не через молодых людей. Если мужчина вам действительно дорог, да. То есть я сейчас вот хочу именно показать вам всю картину, как она есть. Так, на выходных уже для дома мы же не видимся, но как таковых грандиозных выходов в ресторан и т.д. у нас нет. А вам это, собственно, зачем-зачем? То есть что для вас значит выход в ресторан? Опять же, что, именно что для вас это означает? То есть я не считаю, поймите правильно, я не считаю, что этого не не должно быть. Речь о другом немного. Речь о другом. Речь не о том, должно ли это быть или не должно это, не должно этого быть. Речь о том скорее, речь скорее о том, что для вас это значит, понимаете, вот ресторан, что для вас значит сам по себе? Как вы себя чувствуете, например, когда вы выходите в США? Да. То есть, ваши чувства, ваши эмоции здесь очень важны. Дальше. Так. Сначала, когда только-только познакомился новый человек, как-то пофиг, ты узнаёшь и т.д. Потом уже, когда приели друг к другу, цехи недостатки стали видны. И их, ну, не принимают эти недостатки. Пара месяцев спектак, полгода стала намекаться. У меня не до конца было продолжение. Ну, как бы мы там не ходим, никуда практически. Ну, как в России мы привыкли. Парень приглашает в кафе, да, мы дарим цветы. Ну, вы же не в России. Справедливо. У меня одного парня в стране не видел цвета, и мы все больше бродят, это подсказывает мне совсем другой менталитет. И мне трудно с этим бороться, потому что я привыкли к другому. Вопрос заключается в том, готовы ли вы отказаться от этого? То есть, если вы переехали в другую страну, то и, соответственно, жить нужно по законам этой страны, в которую вы переехали. Понимаете? Ну, как-то странно, на мой взгляд, в чужой стране, да, в другой стране устанавливать свои, вот, в порядке, да? То есть, ну, это странно, согласитесь. Мне так, по крайней мере, вот, видится-то, да, что это странная позиция. Все-таки. То есть, да, нужно будет вам принять решение, да, вам нужно будет сделать выбор, да, вам нужно будет, как бы, решить для себя, с чего вы хотите. Понимаете? Вот. Вам нужно будет понять для себя, что, что вам дороже, что вам нужнее. Вот. И, соответственно, уже на это ориентироваться. Вот. А пока это, получается, история такая, что вы хотите просто, знаете, как, получить и то и другое. Вот. Что так не бывает. Понимаете, да, о чем идет речь? Дальше. Так, вот, я ему сказала, как-то особо не проявил, ничего не поменялось. Решил на днях уже поговорить окончательно и сказать, что мы друзья, но раз как бы ты не хочешь никуда меня водить. Опять же, почему само не пригласить его куда-то? Это раз. Два. У вас, эээ, отношения, скажем так, романтические, связанные исключительно только с походами куда-либо. То есть, вы считаете, что эти люди никуда не ходят, а не друзья? Довольно узко, с точки зрения, не находятся. То есть, человеческие отношения, эээ, они гораздо более многогранны. Вот. Значит, сказал, что, он сказал ему впервые, что мне нравится, я хочу с ним делать все, а не только в четырех сценах быть. Ну так, предлагайте самим, в чем проблема. Я понимаю, что у него это дикий меч, что я говорю, он вот понимает, как бы с этого времени за всех хватает ходить, если, эээ, можно дома посидеть. И вы знаете, я не собираюсь с ним расставаться из-за этого, потому что вижу, что ему не все равно. Это хорошо. Это хорошо, что вы не собираюсь расставаться. Вы молодец. Он не помогает, но романтики от него не дождешься, и вот что делать ему они приложат. Ну так вы можете создать ее сами, вы можете создавать ее сами, учить человека этой романтики, показывать ему как-то как нужно. Вот и все. И в Европе, в Европе, в Европе, когда в Европе более такие отношения равноправные, от этого никуда не деться, то есть если вы приехали в Европу, если вы живете в Европе, в Европе, то нужно уважать эти позиции, уважать эту точку зрения и не пытаться ее поменять. Вот. А романтику я сейчас говорю, вы можете романтику сами создавать. Гораздо легче, чем выдумать, вы можете сами создавать романтику. Вот. А там глядишь, и молодой человек подтянется к вам. Разве нет? Дальше. Так. Расхватится глупо, очень он надежный и постоянный, он изгласил, что любит меня, это тот человек, который из лаван вообще не бросается, очень немногословный. Ага, так, очень надежный, ну понимаете, пока у меня сложилось такое впечатление, что вы его используете, вот, пока у меня складывается такое впечатление, вот, что вы просто используете человека, что вы просто им пользуете, что вы просто используете его, вот, ну, отношения к вам, да, и всё. То есть у меня нет ощущения, что вы его именно любите, что вы его именно принимаете, да, таким, какой он есть, вот, именно такого ощущения у меня нет, именно такого чувства у меня нет, именно того, что вы, ну, того, что что вы ведёте себя так, у меня нет, у меня нет ощущения, что вы его любите, к сожалению. Понятно, какая история. Поэтому, вы подумайте, да, опять же, то есть, если у вас нет нему чувств адекватных, то, возможно, имеет смысл вам с ним расстаться, потому что это не любовь у вас. А такие отношения, они будут держать вас в постоянном неудовлетворении, вот. Либо вы его любите, но, да, во многом, хотят делать его счастливым, мужчину, то бишь, и хотят сделать для него что-то. А в этом случае вам необходимо, опять же, самую проявлять инициативу. То есть, вы говорите, хочу с другими парнями прогуливать учёбы, мне этого не хватает, и не знаю, когда ты ему это понятешь, что это не просто прыгать, это необходимость. А в чём необходимость? В чём необходимость? Она не... В чём? Серьёзно? Ну, если вы прогуливаете с парнями, например, да, и вы не позволяете себе ничего больше, да, пусть. То пусть так и будет. Пусть так и будет. Если вы не позволяете себе ничего больше, ничего больше. Вот. Если для вас это необходимость, то нужно ещё раз разобраться в том, в чём именно это необходимость. Может быть, после разбора вы поймёте, что вам для того, чтобы удовлетворять свои потребности, совсем необязательно сходить с другими парнями, которых вы, кстати говоря, тоже используете. Вот. То есть, у меня такое ощущение, что вы не хотите брать ответственность за то, что вам нужно, и просто используете наиболее лёгкий, наиболее доступный способ достижения этого. Вот. Как поступили бы вы, будучи девочкой или папой? Или папой? Вы знаете, я думаю, что не важно, как поступили бы вы. Вот это ориентация на других людей. Важно, как поступаете вы и почему. Вот. Как грамотно можно сделать всё, чтобы всё было нормально? Так, а всё нормально? Это вы не хотите принять реально что-то, вы не хотите брать ответственность на себя за свои чувства, за свои желания. Это вы не хотите проявлять инициативу и учить мужчину того, что нужно. Так вы думаете, что просто сказали, и всё, что-то поменяется. А этот человек не умеет и не знает как. Вот. То есть, тут, как бы, такая история. Готовы ли вы вкладываться в отношения? Если готовы, вкладывайтесь, развивайте их, я уверен, дальше будет. Если не готовы, ну что ж, в таком случае, вы можете действовать так, как действует и сейчас. Но не удивляйтесь тогда, если мужчина однажды узнает, что вы гуляете с другими парнями, им это не понравится, и он от вас закроется, и отношения вас завершат. Вот. И обратите внимание на то, что он вам только нравится, что вы его не любите, и всё равно он у вас связан с вашими желаниями, с вашими потребностями, но никак не с тем, что вы хотите для него делать. А отношения строятся именно на том, что вы хотите для него делать, в первую очередь. Так, как он делает для вас. Вот. То, что он для вас делает, я вижу. В этом плане тоже к вам вопросы. Вот. Вот так. Я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «будро помочь». В целом, мне кажется, что у вас есть проблема с собственной значимостью, проблема с женской моделью поведения, то есть вы не чувствуете себя женщиной. Вот. И в целом, мне кажется, у вас есть страх близости. А также, помимо того, что я уже перечислил, да, вы, возможно, не совсем конструктивно воспринимаете отношения между людьми. Да, то есть у вас вот. Дружба – это когда люди друг другу, ну, друг другу никуда не водят, да, почему-то вы считаете, что мужчина должен водить женщину куда-то опять же. То есть нет, это в семье право на жизнь, но где? А, в России, не в Европе. В Европе всё по-другому. Вот. И тут как бы вот, понимаете? То есть гуляя с другими парнями сейчас, вы по сути высказываете неуважение своему парню. Вот. То есть вы либо ему честно говорите, что «дорогой, вот так-так, я тогда, тогда, если ты меня никуда не водишь, да, я буду гулять и гулять с другими парнями». Потому что я считаю, что женщина, ну, должна находиться вот в таком, в таких местах, в таких ситуациях и т.д. и т.п. Вот. Будьте честнее, честнее с ним. Вот. Либо, либо начинайте его учить. Учить. Если не хотите ни того, ни другого, то, возможно, имеет смысл расстаться, потому что в таком случае вы будете не удовлетворены. А, ну да, и это всё при условии, если вы не захотите разбираться с тем, что стоит за вашей вот этой вот необходимостью романтики. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.